Александр Сергеевич Пушкин. Русалка. Над озером в глухих дубравах спасался некогда монах. Всегда в занятиях суровых, в посте, молитве и трудах Уже лопаткою смиренно себе могилу старец рыл И лишь о смерти вожделенной святых угодников молил. Однажды летом у порогу поникшей хижины своей А на хорет молился бом. Дубравы делались черней, туман над озером дымился И красный месяц в облаках тихонько по небу катился. На воды стал бегеть монах. Глядит невольно страха полный, не может сам себя понять И видит, закипели волны и присмирели вдруг опять. И вдруг, легка как тень ночная, бела как ранний снег холмов Выходит женщина, нагая, и молча села у брегов. Глядит на старого монаха и чешет влажные волосы. Святой монах дрожит от страха и смотрит на ее красы. Она манит его рукою, кивает быстро головой, И вдруг падучую звездою под горной скрылась волной. Всю ночь не спал старик угрюмый и не молился целый день. Перед собой невольные думы, все видел чудной девы тень. Дубравы вновь оделись тьмою, пошла по облакам луна, И снова дева над водою сидит, прелестно и бледна. Глядит, кивает головою, целует издали шутя, играет, Плещется волною, хохочет, плачет, как дитя. Зовет монаха, нежно стонет, монах, монах, ко мне, ко мне. И вдруг в водах прозрачных тонет, и все в глубокой тишине. На третий день отшельник страстный близ очарованных брегов Сидел и девы ждал прекрасный, а тень ложилась средь дубров. Заря прогнала тьму ночную, монаха не нашли нигде. И только бороду седую мальчишки видели в воде. Продолжение следует...